Фанаты и другие ноунеймы пришли в ресторан Фрэнк в Дубае, чтобы задать острые вопросы Александру Зубареву. Если он сольется, то оплатит всем счет, а если ответить честно, поляну накроет паста. Мама орлиха, которая кормит орленка. Раз, два, три. Руку открывай. Открыл. Еще ниже, еще ниже. Ломаются ноги, б***ь. Можно я хотя бы один вопрос буду отвечать вот ребятам? Пожалуйста, может я разрешу? Пожалуйста. Спасибо, ребят. Всем привет. Привет. Калинки, лайн. Вась, осторожно. Осторожно, не зацепил, чтоб тебя. 100 тысяч лайков и мы оплачиваем ему трансплантацию волос. Я ему оставлю хоть. Это вопрос ребром. Острая программа. Василий Михайлович, одолжите две тысячи. Конечно, но завтра вернешь две с половиной. А можно как-то, без процентов? У меня нет. А у Альфа-банка можно. Заказывайте легендарную кредитную карту Альфа-банка год без процентов. Снимайте наличные бесплатно в любых банкоматах и получайте супер-кешбэк каждый месяц. Получается, Альфа-банком пользуются очень выгодно и удобно? Ты прав, Славка, но завтра я жду свои две с половиной тысячи. Итак, дорогие друзья, это Дубай, это Blue Waters, наш ресторан Фрэнк, и это вопрос ребром. Добро пожаловать! Добрый вечер, дорогие друзья, мы начинаем! Встречайте, у нас сегодняшний гость Александр Зубареп. Вот он! Несмолкающие аплодисменты, ребята. Вот он! Настоящий! Кто это? Привет, ребятки. Кто? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мне так классно выглядишь. Что, прямо тут, да? Садиться? Пока размышляю, мы с тобой разговаривали про пятую позицию. Я размышляю об этом времени, вспоминая, как же х** было. Чего? Когда я занимался балетом. Говорю, пятую, я такой прям аж как-то себя плохо почувствовал. Расскажи историю, как ты занимался балетом. Всем людям будет интересно. В военном городке в 88-м году, я сам 80-го года рождения, в 88-м году, на 89-й в военном городке, там была либо секция дзюдо, и балетная студия. Ходил в понедельник с 3-пятница дзюдо, вторник, четверг балетная школа. Ну вот какие-нибудь остались навыки какие-нибудь? Крутиться. Ну круто не есть. Ну бля, смотри. А ну. Это балет, бля, или что? Тебя на х**. Это была школа восточные танцы. Вверх, это середина у меня вообще не работает. Какие-нибудь восточные ситуации? Ну первую позицию, я говорю, ты только что остановился. И плие давай. Это вниз. Давай, да-да, плие, еще. Да куда я не сяду? Гран-плие. Гран-плие делай? Ну, гран-плие, погнали. Гран-плие. Руку открывай во вторую. Открыл? Да, еще ниже, еще ниже. Сломаются ноги, бля. Третью. Пятки оторвал, бля. Выворотность, ля-кайф. Вот выворотность, посмотри. А ну вот сядь на жопу, ты. На жопу. Нет, серьезно, подожди. Вот смотри. Или нет? Как? Вот так вот, ну, раз и колени. Конечно, положишь на пол. Давай попробуем. Я красава. 43 года, бля, не забываем. 43 года. А мы стоим с собой сидим. А давай тут сидеть? Давай легко. Мне нравится. А давай перетяжку, смотри. Давай легко сделаем. Только выпрямляй колени. Выпрямляй колени. Подожди. Выпрямляй что-то. К шортом, бля, придет, полмэнджелс. Давай тебе. Ай, бля. Ага, потянул, бля. Потянул его под коленки. Так, ладно. Показали, да? Сейчас, подожди. Передохнешь чуть-чуть. Это вопрос ребром. Поехали. Первый вопрос. В России, а может, во всем мире есть стереотип, что все китайцы... Так, сори, что-то я затроил. В России есть стереотип, что все китайцы. Что все китайцы. Это чистая правда. Спасибо, Андрей. Спасибо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Спасибо. Садитесь. Следующий вопрос. А-а-а. Быстрее, на ухо. Что все китайцы владеют боевыми искусствами. И видел ли ты много таких махачев в Китае, которые... В Китае все владеют боевыми искусствами. Конечно. Короче. Да, да. Я был в Китае, Галежа. Я прихожу на... Вопрос, подожди, ты скажи вопрос. Он говорит, какой стереотип, что в Китае все занимаются... Боевые искусства. Нет, на самом деле это не просто так выдумано. Я прихожу в супермаркет, и на кассе она мне пробивает. Ты руку, отпусти его. И я говорю... Сорян. А я раз сейчас задаю. Пробивает, пробивает, и я говорю, стой. Вот этот товар мне не надо отменить. Она, ну, с***. И раз, мне, понял? Раз, и на огонь. И до сих пор летающие вот эти деды. Ну, все очень эффектно. Приезжай. Тебе понравится в Китае. Хорошо, я приеду. Все, давай, братан. Спасибо. Саш, ты занимаешься боксом и балетом? Занимался. Покажи троечку хорошую. Раз, два, три. Ты зверью ко мне. Давай двоечку, двоечку, двоечку фирменную. Раз, два. Ладно, вопрос в чем? Нет, могу еще единичку. Раз. И коленка. Скажи, боксер Зубарев дал бы балетмейстеру Зубарев за то, что он занимается балетом? Нет, нет, нет. Боксер Зубарев умер бы где-нибудь, либо отбили голову и ходил бы паркинсончиком, трусился бы. А вот балетмейстер, во-первых, повидал мир, ну, при чем со своей там балетной труппой, да? И нет, не дал бы. А наоборот сказал бы, красава, ты, ты вывел нас в люди. Молодец. Ты лучше нас. Спасибо. Ну, где-то так, да. Следующий вопрос. Спасибо, брат. Александр. Ни хоо. Не за чонгого дайло нам, а то не. Ни хуе бухой чуфен чонгурен. Хочет вынилась, что там тоже я. Тебе подготовился, да? Ну, там что-то про мать, про мать. Там просто... Мать понятна, контест не понятен. Понял, что-то про мать, летучая мышь. Типа сколько ты лет в Китае уже приехал? Ну, около десяти. И как в Китае? В Китае я хоо, брат. В Китае классно. И, блин, я не буду отучать на Китае мышь. Почему ты как летучая мышь себя ведешь? И почему ты ведешь себя как летучая мышь на Хундае? Да, я тебе сказал? Ну, да, почти. Кто съел летучую мышь? На самом деле, шучу. Ты в Китае столько лет прожил. Ты научился отличать китайцев друг от друга? Конечно. Да, да, да. Это стереотипы, это все делать легко. Я не знаю, как вы отличите ли вы там. Корейца, японца, китайца. На мирущих, как чё? Каких-то лично отвечу. Это очень легко. Но это очень легко. Я там тоже прожил много лет. А мы для них... Как, расскажи. Просто п***. Как, расскажи. Как, расскажи. Ты только что был... Как, расскажи. Я прихожу и что-то беру и прошу у него, слышишь? Дай мне еще налей напитка. Он говорит, ты только что брал. Я говорю, ты что еб***? Он говорит, а не ты был? Старик. Я говорю, 2007 год, я приезжаю в Гуанчжоу, мы едем в музей. Ко мне подходит девчонка китаянка и говорит, можешь с тобой сфоткаться? Я такой... Она говорит, ты просто красивый, как Дэвид Бэкхэм. Я понял, я все понял. Нет, я все понял, как они нас видят. Ты чуть-чуть белый. Она говорит, как они для нас. А, Брюсли! Дэвид Бэкхэм, да? Все китайцы, прикалывали. Дэвид Брюсли. А почему айфон? У них всех нет понятия. Вот здесь, да, допустим, либо... Ну, где-нибудь я иду, где-нибудь я в Казахстан летал. Мне безумно приятно. Типа, можно сфоткаться, да. А там можно сфоткаться, но в душе... Кто ты? Да. Да, просто потому, что ты светленький, там у тебя голубые глаза, вот. Только за это сфоткаться. Вы встречались с женщинами, которые были старше вас. Расскажите, пожалуйста. Было. В чем Милфы дают фору молодухам? Как еще раз? В чем Милфы... В чем Милфа дает фору молодухам? Ну, то есть Милфа это более... Молодуха у нее, да? А, молодуха. Молодуха. А почему Милфа... Смотрите, ему передавило уши на... Я не понял. Братан, я пожил у человека... Почему Милфа дает фору молодухам? А, молодуха. Я думаю, почему Милфам им кто-то дает фору, потому что у них мало духа? Давай, почему... Я больше понял на китайском, когда говорил, чем вот это... А, я расскажу, почему. Ну, какая-то есть легкая ветренность, знаешь, и неопределенность у девочек помоложе. Я не то, что... Ни в коем случае не обижайтесь. Да не выкручивайся, я не знаю. Вы встретились молодые и красивые? Нет. Но девушка постарше, она своего рода чувствует мужчину. Ну, я тебе не могу объяснить, почему. На каком-то ментальном уровне, мне не надо. На ментальном уровне, понимаешь? Ну, то есть, если она чувствует даже перепады настроения, когда надо отойти и не за***ть, она это понимает, представляешь? А когда надо дать любовь и ласку, она это понимает. Приготовить что-нибудь покушать, то она всегда угадает, представляешь, что ты хочешь. И это очень круто. У Славы, Слава наша, у него все невесты на 6 лет старше его, он воротит жалом. Ты видел его, нет? Естественно. У нас же жени, которого мы не можем женить. Вот, у него зарплата 700 тысяч рублей. Ты сколько в юанях? В юанях? Это... На 30... Нет, на 13... Нет, на 13... Семь тысяч долларов. Семь тысяч долларов? Зарплату он не учил? И он... Что я тут делаю? Плеем, б***ь! А сколько тебе лет? 30. Ты крайне х***, б***ь, брат. Мне кажется, что чуть-чуть... Чуть-чуть не туда, да? Ну, чуть неудобно в плане, ребят, почему вот они не видят вообще ничего. Повернись, пожалуйста. Можно я... Все нормально, брат. А не знаю, что это все будет. Можно я хотя бы один вопрос буду отвечать вот ребятам? Пожалуйста, можешь... Хорошо? Пожалуйста. Спасибо, ребятки. Давай. Привет. Саш, мой парень, пипец, как любит твои стримы. Как зовут? И вечером... Степа, вон сидит. Где он? Привет, брат. Спасибо большое, я тоже твой. И вечером... Я его знаю, серьезно. Вот с таких вместе выросли. По пулю бегали. Он смотрит каждый стрим. Голенькие, помню, яички щекочет травка. Мы просмотрим фильмы вечером происходят втроем. Я, он и ты. Ребятки, спасибо вам огромное. Для меня, правда, огромная честь. Спасибо, правда. Мне безумно приятно, если... Я, допустим, не представляю. Вот ты представляешь какого-нибудь... Вот ты хочешь посмотреть фильм. Придешь ли ты посмотреть фильм и посмотреть на типа, который смотрит фильм? Нет. Я просто хочу посмотреть фильм. А на стримах я смотрю фильм, и мы смотрим вместе. Ну, то есть, да, у меня есть какие-то... И комментарии. Я там что-то комментирую, понял? И типа, это смешно. Ну, сделал бы я так хоть раз? Да нет, наверное. Поэтому, ребятки, низкий вам поклон за это. Спасибо большое. Правда, безумно приятно. Ну, в общем, вопрос. А это не вопрос был? Нет. Ты очень часто, когда работал еще с детьми в балетной школе, снимал своих учениц на камеру. Да. С лицами прям крупно. Вопрос. А как реагировали на это их родители? Абсолютно никак. Это все нормально. Нет, в Китае все нормально. Нормально? Да, это в Европе бы засудили. Потом бы еще статью какую-то повесили. В Китае нормально. В Китае также может подойти она и вот так вот упереться мне и начать снимать. Сама ученица. Ну, а шутки какие-то не детские, допустим. А родители в курсе контекста? Не детские в каком плане? Ну, не детский контент у тебя совсем. Не, я понимаю. Но если я матерюсь, то я не матерюсь в присутствии детей. Этого никогда не было. Ну, по крайней мере, на моей памяти этого никогда не было. А если и матерился, где они там где-то были на фоне, ну, а понимают ли они? Нет. Для них это просто... Ну, да, понятно. Они говорят, что на китайском не понимают русский. Но родители нормально реагируют? Не знают вообще контекст этих шуток? Родители даже не знают, кто я. Вопрос снят. Они не знают, кто их дети до конца, понимаешь? Они приходят, все, пошли домой. Она, мама, это не я. А-а-а. Другого забрала. Ну, типа, ***. Ну, привез. На следующий день заберешь свою. Какая разница? Все, спасибо большое. Спасибо. Всем привет. Привет. Ты видел? Самый *** это Слава. Вы видели Слава? Да-да. Он есть, значит. И вот такая *** стоит, а он такой делает вот так. Просто ***. Смотри, какой у него красивый цвет лица сейчас. Покраснел. Ты только с тренировки, скажи? Да. Да? Прибежала. Прибежала. У меня просто вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Сколько я заработаю? Ну, типа, официальная зарплата в Китае балетмейстером 15 тысяч юаней. Неплохо. Есть такие штуки, как рекламные баннеры, допустим, на Твиче, да? Которые тоже платят. Ну, вот размещение одного баннера, я буду откровенным, там, стоит около 10 тысяч долларов. Понял? То есть, если я вешаю два баннера, это 20 тысяч. И плюс есть телеграм-канал, понял? Которые тоже приносят, ну, пусть даже рекламных постов, ну, 5-6 в месяц. Каждый по 2 тысячи долларов. Несложно прикинуть, что это около тридцатки. Моя медийность приносит мне. Вот так вот. Несложно прикинуть, что в Китае ты живешь нормально. Ну, да, да, да. Ну, это с головой хватает. Для Китая с головой хватает. Для Китая с головой хватает. Для Китая с головой хватает. Богатый, да? Ну, да. По китайским меркам 30 тысяч долларов, сейчас тебе скажу. По всей меркам это не флот. 210 тысяч юаней, это огромные деньги. Ну, правда. Поэтому, да, не жалуюсь. Спасибо большое. Спасибо. Это и весь вопрос. Ты подожди, если к тому, что потянули, я тебя потяну, конечно. Тридцатка. Я не против. Они против. Василий, Александр, добрый вечер. Вот, меня зовут Влад Бродецкий. Мой вопрос. Когда ты тусовался в клубе, тебя клеила богатая китаянка. Но ты отказался. Но, как ты говоришь, все сейчас покупается. Да. А сколько стоит тебя снять сейчас? Ну, для кого? Для тебя? Вообще. Ну, типа, давай так. Все продается и покупается. У каждого есть своя цена. Кто говорит, что я бесценен, и ты продаст, скорее всего, дешевле. Я просто к тому, что, если... Все зависит от человека. Вот подойдет, допустим, ты и скажешь, сколько... Если это мужчина. Подойдет какая-нибудь женщина, которая, ну, 70 плюс и высунет челюсть. Ты скажешь, мать, я тебе доплачу. Скажешь, мать, возьми мне два пива и помчали. Да, да. Подойдет какая-нибудь, знаешь, что там уже курага, будет дороже. Но если, ну, вот мой какой-нибудь формат, да, человек, который располагает не только внешне, но и внутренне, да, очень важно еще пообщаться. Я такой ебнутый, что не просто, знаешь, красивая картинка. Мне важно, что внутри человек. Не внутри, в плане, печень там, внутри и в душе. Вот, если какой-то коннект произойдет, тогда, возможно, и я доплачу. Я не знаю, что, брат, как тебе ответить. То есть, есть цена, но этот ценник варьируется там, допустим, от того, что я заплачу и до, допустим, не знаю. Не, ну я не знаю, ну правда, ну не знаю. Не, ну в долларах давай просто без... Лям. Лям долларов? Да. Лям долларов, чтоб сняла та китаянка. Да. Или ты. Которая прям... Или ты. Или ты. В детстве вы жили очень бедно, и мама готовила вам суп из костей и крапивы. Бред, мы, вообще, кто тебе сказал? Я очень из богатой семьи, я просыпался, меня мама будила икрой черной, кидала в е... Вставай, говорит. Осетром. Держи тебе, говорит, десять тысяч долларов на завтрак школьный. И охранник... Десять тысяч? Она с норковой шубой вытаскивала меня, говорит, пошли в школу, я... Ну, было такое, да. Скажите еще лайфхаки, как вкусно, дешево поесть. Вкусно, дешево поесть, знаешь, как... Заходишь в магазин и берешь вафельные коржи. Берешь банку сгущенки, намазываешь эту... Это еда богов, я тебе клянусь. Сахаром сверху, да? Вкуснее этой штуки нет ничего, да. Ну, понял, коржи, которые... Понимаешь, о чем я говорю? И сгущенкой. Причем, если ты сгущенку берешь вот такую белую и наполовину варенку... Вареную. Просто. И ореха два еще дал и продал вот так. Да, гречи, да. Ну, это на десерт, но на первое блюдо. Я вот недавно ел. Доширак берешь. Сухой. Сухой. И он в желудке. Подожди, да дай я расскажу. Начинает кучить. Пердишь, блядь, но счастливый. Дай я расскажу, блядь. Это ты... Он десертово сказал. Берешь. Два лучше доширака. Четыре сосиски. Режешь их. И сто грамм сливочного масла. Завариваешь это все. Масло туда кидаешь. Сосиски поднакрыл. Оно все бухнет. А ты такой, да когда же это уже... Заварится, дрянь. И ты понимаешь, что там все заварилось, берешь черный-белый хлеб. Это уже дорого получается. Нет. Это очень дорого. Потому что это воспоминание близкое нашему сердцу. Здрасьте. Здрасьте. У меня есть такой вопрос в тему, что все продается и покупается в этом мире. Угу. За какую сумму вы готовы избавиться от остатков своих волос? Ну, типа, на лысо... Ну, да. Ну, в смысле остатки. Вась, осторожно. Осторожно, не зацепил, чтоб тебя... Ну, в смысле остатки? Они просто реденькие. Старый. Это уже какой-то стеб, лысая сапога. Да вот, ***. Старый расскажи, старый расскажи, что ты по прическе делаешь. Что делаешь? Ля, я думал у меня ***. Лянь там... Да нет, у тебя *** вообще, братан. Да? Ну, это беспредел. Ужасно? Не обижайся, ну, брат, ну... Ой, е... Ля, там что-то падает оттуда, видел? Саш, ты как будто в реактор залез. В какой? В реактор залез! И не вылез. Ну, это *** в голове. За сколько... Ну, да, прям сумму. В Ростове это называется «Луиска». Вот когда на голове вот так, «Луиска» просто. То есть ты похожи, смотришь, и, блядь, типа, из игры. *** у него Луиска. Ну, то есть это и не Луиза вообще. Луиска Витонка? Не, ну, просто. Луиска. Ну, там же ничего, там уже надежда не *** не светит, братан. Это ты схватаешься руками, что-что. Давай так, это важно. Важно ***, братка. Важно волосы. Я твой поклонник. Мне вообще *** твой поклонник. Мы тебя так не отпустим. Я твой поклонник. Ты мне нарастишь? Легко. А если пересадка? Облачу пересадку волос Турции. Паша Рыжий поможет. Скажите, нет. Это надо сделать? Надо. Если ты себе, если ты себе нарастишь, подожди, гаврилку нарастишь вот такой, это ж *** будет. Он такой раз. Пуф. 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 Х gráfic beside меня. Мне н Want. Пуф. 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 Прикedoит. Пуф. 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 Валютно. students. на самом деле ему же деньги предлагают какие пайки да то есть вопрос звучал в том что какая сумма 200 чтобы побриться на лысо 500 тысяч рублей ты бреешься это 5 долларов давай так чтобы она возместила мне допустим сколько будет отращиваться но у тебя мне бы не выращивать чтобы не вырастет никогда это год тогда годовая какой театр ну какой сколько вы зарплата пятнадцать еще они так считаем множить на год на год 15 еще они нам надо сто пятьдесят восемьдесят восемь тысячу они сколько это в рублях доллара доллара сто восемьдесят тысяч и они курс юаня к доллару 77 юаня 1 доллар сто восемьдесят тысяч двадцать тысяч долларов 24 тысяч долларов на год мы соберем эти бабки сбрекали я тебе дам 24 шуток нет нет тебя не устраивает по моему отличные волосы это говорит тип которым его волосы просто ребят впредь мы закрываем эту тему ему все она но это в театр из этого не берут думаешь он больной что до сезона не доживет сдохнет актер посмотрите вот это вот я прекрасно выгляжу саж назови пожалуйста или лучше выкрикнет или любимых китайских звука как будто ты монах шаолин китайских то что они вообще кричат монахи шаолине амином не это ничего не кричат просто звуковые у них подача лишь понимаешь у них отсюда то есть у них нет ни груди а животом у них вот это вот вот они на выдохе давай я просто три гласных любых давай а и а еще раз еще раз а ну похоже на монахов пацаны монахи а спасибо чу вот мои красавцы а и сосиски с дуба к мне надо попробую пацану а это что такое предель прикинь старик старик слезу придавил как бы макарону за диски они раз и приготовили это блево торс ребята золотая жизни а масло сливочного дочка не хватает бродом мнение класс не делай такое лицо даешь доем даем дед дает я даю я пойду пойду ну что ты будешь я потом ухи бята салют при ожидал старик какие очки а салют ребята приятного аппетита такой вопрос за свою карьеру ты столько дичи покупал с алиэкспресс назови топ-3 ни одного продукта не было куплено на алиэкспресс все полезные вещи я свидетель все в таубау ну допустим таубау на 8 ну допустим пусть будет так назови топ-3 дичи с которой ты сталкивался и в то же время топ-3 полезных гаджета длинная ложка брат это вроде бы длинная ложка для обуви что вот так вот но с моим ростом она где-то вот такая я просто обуваться коротенькими ложечками я для себя ее только открыл год назад я клянусь они существуют еще с советского союза у меня дома длинные ложки а у меня не было до этого все было коротенькое и я наклоняться вот а длинная просто я стою с кайфом раз обулся понял ну не не раз а а именно ложка электропельменница лепит вот ты просто кладешь кусочек теста причем тесто уже нарезанное все продается нарезан дольки мяска шарики прям ты кладешь вот эту лепешку кладешь шарик она залепила понял это просто вся которую я покупаю она фактически никогда не пригодится кроме калинки лай брат калинки лай это не просто разве видел калинки лай это лучшая покупка ты может в этот момент пупок не матчировать кельвин кляйн калинки лай киллай киллай калинки лай это пушка это стиль трусы номер один да все в принципе не надо так чисто знаешь распаковать поржать и все все остальное быту она никогда не пригодится у меня кент недавно подарил артурчик эту расческа которая бьет током и стимулирует рост волос пошел можно можно эту тему не поднимать больше хорошее спасибо следующий вопрос не поднимать мои волосы земли саш подскажи вот ты давно находишься в китае можешь реально посоветовать нормальную китайскую тачку лисян он у вас известен как ли уан или 9 у нас до ли уан l9 это своего рода роллс-ройс в мире электрокаров это это лучшая машина которая есть сейчас на китайском рынке лучшая просто все остальное но я вам сразу скажу есть достойные да типа там xpn какой-нибудь типа zikr но все она не сравнится с вот этой тачкой это самая машина еще вопрос что самое необычное ты видел в китайской тачке или какую необычную дарим очку ну кроме разговаривающей какой-то которая стоит который ты сел ту сел ту и она тебя типа ну там сделали погромче сделай потише закрой окно открой окно пробей путь там туда ну вот просто разговариваешь с головой там стоит такая голова на торпеде понял и типа два два глазика и она своего рода искусственный интеллект типа она учится на твоих вопросах понял ну вот опять же это для китайского рынка она не русифицирована даже английской версии нет поэтому мне на не надо ты сам на какой тачке ездишь на бэхе на бэхе ты сейчас же не ездишь чего ты сейчас не ездишь же на тачке у тебя же один балл остался до того чтобы у тебя отобрали права ты сам говорил да но феврале обнулиться а за что там отбирать отбирали ну есть ряд нарушений ну в основном это парковка ну просто нет места просто ты оставляешь где-нибудь возле какого-нибудь супермаркета потому что ну нет места по-другому не оставишь и выходишь а у тебя уже лежит чек понял ну бабала в запасе в 12 ты можешь за год 12 за год если превышаешь 12 должен по новой сдавать на права тебя лишают на год и по новой сдавай на права поэтому у меня сейчас 11 и стоит это бэха ну его правильно разумно спасибо следующий вопрос александр ты становишься все популярнее и популярнее значит денег становится но не так много как хотел но судя по твоему образу тратишь ты их не на себя расскажи на что ты тратишь деньги и по запаху тоже кстати я 90 процентов денег вкладываю волосы в своих это видно деньги на ветер как называется когда дом престарелых я умоляю подожди баба 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 как называется когда торнадо разрушила дом престарелых бабки на ветер таки спасибо большое так на что я трачу вы чё смеетесь дети может быть на что-то копишь знаю ну типа купил бмв класс катаюсь купил до купил роликс и очень давно хотел роликс и не знаю я но купил купил кепку gucci 4500 юаней дорогая просто футболка 4500 юаней вот вот так вот но чуть приоделся трусы калинки лай 88 юаней но но я купил их 4 на 32 сразу 32 юаня тебе реально надо выкупить этот бренд и сделать это мерчем но там миллиарда миллиардная стоимость бренда ты чё ну ты бы купил калинки лайкаешь нам скажу на клянусь давай эти одном ну сейчас чисто махнемся труда и на что трачу очень хочу но по крайней мере надеюсь что у меня получится я уже озвучивал это неоднократно хочу недвижимость хочу дом в старой европе либо португалия либо италия просто домик и хочу там состариться и сдохнуть ну я имею ввиду уже семьей воспитывая там дочку и заведу лабрадора какого-нибудь и виноградник вот вот это моя мечта саша в начале каждого стрима ты показываешь орлиху боже упаси кого орлиху не видел и могут и зрители ютуба тоже показать да я покажу мама орлиха которая кормит орленка давай разограмм просто посмотри ты орленок маленький сидишь ты маленький орленок который я тебе сейчас подожди кто ты я орлиха я мать орлиха иди сюда орленок сядь давай я орлиха ты знаешь что делать конечно на я тебе в рот кость дам конечно нет не так надо я тебе не верю жирахов ты готов ну если вы не знаете ребят кстати кто не кушал приятного смотри ты хочешь проживать это и к нечисть я не мама лиха которая подлела дожди да я чтобы блевануть можно я сяду а ну смотри да ты маленький орленок иди сюда ильдар ты чего мне покажешь это все тебя покормить так кто хочет поесть при интернете пишут что вы любите читать что вы читали из последнего освежители морской бриз не в счет жизнь насекомых пелевина последнее что я прочел это прям последнее потому что не хватило ума тала экшеном а вообще читал очень много да наверное поэтому у меня такой жанр своего рода нет нет жанра абсолютно балетная билетристика я толкина властелин колец я прочел я не знаю сколько раз ну там же книга тысяча сто страниц я прочел и наверно раза четыре ну то есть если мне что-то очень нравится я перечитаю там еще раз и ребятки читайте кстати это это очень полезная штука правда ты стал был популярным благодаря распаковкам да ну ты рассмотрел и смотреть то как ты это делал богу то мы сейчас какие-то попросить обо мной наш славка уже сколько мы тебя пытаемся поженить год я тебя уже заставлял тренироваться я тебе стрик мы тебе придумывали стиль мы все ознакомились женщинами ты можешь его распаковать так чтобы он улетел просто с прилавка вот все сказали чтобы все к них без слова слава 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 садись слова и как это удобно сделать иди сюда стоит стоять он должен стоять здесь по центру слева от зубарева должен стоять а где камеру там да смотрите так и взять на место ты не можешь сидеть нет и стоит или не мне надо мне надо показывать чтобы камера была видно просто ребятки во первых какой первый принцип девчонки обращаюсь к вам какой первый принцип ну вот почему вы обращаете внимание на мужчину это чувство юмора естественно раз он связан с газом значит у него есть какое-то чувство юмора провинчик он к венчик ребят второе если человек немного полненький значит у него есть за что кушать значит есть деньги понимаете а здесь посмотрите и холодец полностью смотреть дальше я вот судя по штанам он специально носит широкие но линии контура легко определить что там тренога девчонки уверенно стоит на своих трех вот если он вывалит эту шляпу всем будет стыдно всем орут тебе тоже хотя там ходят легенды пи*** но тут машина и да и что и вообще телосложение у цепи заняться человек хороший ребят просто поверьте зарплата 700 косарей зарплата 700 тысяч до 100 тысяч 70 тысяч юаней 70 тысяч юаней не у него от 7 тысяч долларов зарплаты это вообще почти 870 тысяч юаней разделить на 30 2333 порции пельменей понимаете у вас не то что вы свою улицу накормите за славы на зарплату девчонки с голода не умрете в общем знакомте слава берешь до 30 лет выглядит на 72 смотрите пацан давай подожди кто хочет вот девочка смотри розовым вы хотите девушка девушка подожди да ты со мной же хоть быстро тогда ты сам себя ловаре 2400 пельменей я иду говорит марион романенко давайте выходите какая пара посмотри отличная пара слава можно девушке не только на жопу смотреть как гузеева вот это раз такой вот такой у нас пара очень сложилось а все спасибо большое спасибо так смотри сейчас совершенно потерял голос черт возьми какие накал эмоций сейчас тот самый момент когда мы все должны будем решить что произошло сегодня вынесут к нам красных динозавров и черных барашков если сегодня наш замечательный гость александр и к распаковка замечательный удивительный показался вам лживым лицемерным токсичным агрессивным сексистом животным агрессором злодеем неприятным человеком вы поднимаете черного барашка если же он оказался тем кем его все считаем удивительным замечательным вдохновляющим вы поднимаете красного динозавра смотри если динозавра будет больше выиграл он если больше черных барашков выиграл я если выиграл он плачу я если выиграл я платит он за что за что платят а потом я тебе расскажу за всю еду кто здесь сколько вы наели я думаю я думаю точно ну в долларах тысячи на три долларов точно и и так же время лиху на обратно все время время определиться голосую поднимай красный red one я сеньки чего и требовалось ожидать саш ты как всегда замечательно удивительным и тебя любим спасибо за то что был сегодня правда подарил нам незабываемые эмоции спасибо большое спасибо у нас гостя был александр зубырев это фрэнк на blue waters вопрос ребром и мы распаковали это распаковали спасибо мой соведущий шарахов и наш лапка гузея аплодисменты спасибо пацаны очень хорошая ну давайте давайте слава слава мы тебя поженили наконец слава у тебя выпал жарахов тебя у него реально три ноги спасибо друзья а мы а что дальше ну типа а куда ты чоу мы дальше сидим стрим запускаем беременну в 16 все уходим да я ухожу к другому его зовут рустам я ему оставлю хоть спасибо 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 за просмотр кто также хочет смотреть видео в 360 вот покупайте шлемы виртуальные или дополненной реальности пика 4 и окулос квест 3 apple vision про и можно также смотреть 360 формате обычные видео есть также специальные видео которые по 360 все всем пока